Не успел закон об оскорблении власти вступить в силу, как подан первый иск с требованием признать его недействующим. Первой ласточкой стал политик Дмитрий Гудков, в прошлом депутат Государственной Думы 4-го созыва и участник протестных акций 2011-2013 годов. В иске Гудков сказал, что закон противоречит международному праву и законодательству России, а также нарушает права, свободы и законные интересы административного истца создает препятствия в их реализации. Гудков указывает, что формулировки в законе Клишеса размытые. Кто будет определять, попадает ли конкретное высказывание под закон или нет? Кто будет проводить экспертизу? Является ли высказывание в сети неприличным и оскорбительным? По словам Гудкова, степень неприличности высказывания по отношению к власти должны оценивать лингвисты. Но, подчеркивает политик, составление протоколов отдано в ведении полиции. И неясно, каким образом будет назначаться и проводиться экспертиза по указанной категории дел. Гудков акцентирует внимание на том, что закон нужно понимать буквально и толковать формально. Поэтому формулировка «неуважение к власти» не соответствует юридическим нормам. Такое понятие, как уважение, невозможно регламентировать. В современных толковых словарях русского языка под уважением понимается чувство почтения, отношения, основанное на признании чьих-либо достоинств, заслуг, высоких качеств. Об этом говорится в толком словаре Ушакова. В российском законодательстве отсутствует определение понятия человеческого достоинства, так же как и общественной нравственности, несмотря на довольно широкое применение последнего. Под оскорблением понимается унижение чести и достоинства другого лица, поэтому совершенно непонятно, каким образом проявляется неуважение ни к конкретному человеку, а к обществу, государству, власти и т.д. По словам соавтора иска Юлии Федотовой, решение о принятии или отклонении иска Верховный суд примет к концу следующей недели. Напрашивается вывод, что креативные депутаты ищут и успешно находят альтернативные способы пополнения бюджета. Ведь, учитывая размытость формулировок, под этот закон можно подвести практически любое недовольное высказывание о власти или карикатуру, размещенную в соцсети. Закон клишеса об оскорблении власти, наряду с его другими инициативами, вызвал волну критики со стороны правозащитников. Это объясняется тем, что такие законы ограничивают свободу слова. Властям было направлено письмо от российских писателей, литераторов, журналистов. В письме эти законы назвали «открытые декларации об установлении в стране режима прямой цензуры». Напомним, что вчера вступил в силу закон клишеса об оскорблении власти. А что об этом думаете вы? Следите за нашими новостями, чтобы не пропустить все самое главное и интересное во внутренней политике нашей страны.